Всем доброго времени суток, вы на канале Девайс. Сегодня я сравню два 10-процессорных решений от Intel и постараюсь серьезно протестировать их в играх, чтобы выявить возможные слабые места. Встречайте, на обзоре i9-10900K и i9-10900X. Да, различия лишь в последней букве, в индексе. Буква K для первого процессора означает, что у него отключена защита от повышения тактовой частоты, а потому он подходит тем людям, которые любят и умеют в разгон, а также не против разориться на хорошую систему охлаждения. IndexX означает, что процессор представляет из себя экстремальную версию. Уже интересно? Ну что ж, поехали! Ну а прежде напомню вам не забывать ставить лайки в видео, оставлять комментарии, подписываться на уведомления о выходе новых видео. Для начала разберемся, в чем же отличие. В первом приближении Core i9-10900K от Core i9-10900X. А чуть далее посмотрим, чего же будет стоить нам та или иная буква в конце названия процессора. 10900K базируется на архитектуре Comet Lake и устанавливается в сокет LGA1200. А заявленное энергопотребление находится на уровне 125 Вт, в то время как 10900X, выпущенный раньше, построен по технологии Cascade Lake X. При рассмотрении процессоров Intel уже привычно отмечаем, что при переходе на другую архитектуру сокет меняется, и этот процессор не исключение. Здесь это сокет LGA2066. А вот энергопотребление сразу бросается в глаза – целых 165 Вт. И стоит учитывать, что это заявленное Intel тепловыделение при долговременной стабильной работе с монтажом видео, например, а в пиковых коротковременных нагрузках оно вполне может перевалить за отметку в 200 Вт. Давайте же посмотрим, что отличает эти процессоры друг от друга в плане конкретных характеристик, а далее и в плане итоговых способностей в играх. Характеристики Одинаковые в названии, одинаковые и в характеристиках. Ну или почти. Оба процессора имеют по 10 ядер, каждый из которых разделено еще на 2 потока. Суммарно получаем 20 потоков. И у KEOX версии кэш составляют по 20 Мб. Одинаковые литографии – 14 нанометров. Хоть базовые частоты у камней равны 3,7 ГГц, то максимальные все же разнятся. У i9-10900K она достигает 5,3 ГГц с технологией Turbo Boost, в то время как у i9-10900X всего 4,7 ГГц. Максимальная допустимая температура на кристалле – 94 и 100 градусов для K и X версий процессоров соответственно. У версии X также отсутствует графическое ядро. Из специфических характеристик стоит отметить, что 10900X способен поддерживать оперативной памяти в два раза больше, чем 10900K. Целых 256 ГБ против 128. Также более старый процессор с индексом X имеет 48 линий для обмена данными по шине PCI-Express, против 16 у 10900K, что является несомненным плюсом для сборок с большим количеством видеокарт. Видеокарты, к слову, имеют 16 линий PCI-Express. И если их в материнской плате две, то каждая из них получит только по 8 линий от процессора i9900K. Но i9900X способен намного более полноценно относительно своего последователя работать аж с тремя видеокартами. Ну, либо с большим количеством подключений других устройств по шине PCI-Express. Конечно, оба процессора предназначены в первую очередь для рабочих задач, а не для игр. Игровая индустрия все больше подстраивается под увеличение количества ядер в процессорах. И если раньше задействование игрой нескольких ядер было чем-то необычным, то сейчас игры вполне способны задействовать сразу 4 ядра и больше. Золотая середина для геймерских сборок ПК на базе процессоров Intel, как принято считать, находится где-то между Core i5 и Core i7, но в немалой степени, конечно, это зависит и от самих игр. Как же себя покажут процессоры i9, предназначенные больше для вычислительных задач, рендеринга и работы с графикой, в сравнении друг с другом? Стоит отметить, что для процессора i9-10900X потребуется серьезное воздушное охлаждение, желательно с тепловыми трубками в основании подошвы системы охлаждения, а лучше подойдет водяное, причем речь еще даже не шла о каком-либо разгоне. Но перейдем к тестам, ведь именно в них процессор раскроется так, как этого желают геймеры. Некоторая часть пользователей приобретают дорогие процессоры одновременно и для работы, и для игр, чтобы в дальнейшем не обновлять компьютер каждый год, или не покупать отдельный ПК для развлечений, поэтому важно найти именно свой баланс производительности. Тесты проводились при участии видеокарты Zotec RTX 2080T и на максимальных настройках графики. Игры тестировались на мониторах с разрешением Full HD 1920 на 1080 пикселей и 2К 2560 на 1440 пикселей. Assassin's Creed Odyssey Игра из культовой серии под названием Assassin's Creed Odyssey, которая дает массу впечатлений от становления личности героя в процессе прохождения кампании. Сводные данные из тестов в этой игре вы можете видеть в таблице на экране. В Odyssey различия минимальные составляют 7% для среднего фреймрейта, в разрешении Full HD и всего 2% для разрешения 2К. Значение около 1% можно считать уровнем погрешности измерений. Именно такую разницу составляет отличие процессоров по минимальному FPS. Итоговое отличие производительности в пользу i9900K. Battlefield V Культовый шутер от первого лица Battlefield V также выявляет разницу в процессорах в разрешении Full HD. Она составляет 7% и 4% для среднего и минимального значения фреймрейта. Для разрешения 2560 на 1440 точек различия являются незначительными – в 1-2%. Вообще, для большинства игр, настроенных на повышенное разрешение монитора, характерно то, что разница между похожими по характеристикам процессорами стирается. Но не всегда. The Division 2 Действие Tom Plancy's The Division 2 разворачивается в мире противостояния выживших и мародеров в ходе затяжной разрушительной гражданской войны. В популярном шутере от третьего лица процессоры показывают минимальные различия в среднем FPS, а вот значения минимального фреймрейта различаются уже заметно. Даже в 2К разница достигает 8%. Здесь вперед также вырывается i9-10900K, но стоит отметить, что в разрешении 2560 на 1440 точек процессор Intel Core i9-10900X показал на 5% больше производительности со средним FPS в 158 против 151 у процессора с индексом K. Вообще, иногда из-за рандомным образом появляющихся игровых персонажей, другим словом, NPC, может наблюдаться и такая картина, когда практически одинаковые процессоры могут в большей или меньшей степени показывать разные показатели эффективности. Даже если тест происходит на одних и тех же локациях с одними и теми же настройками графики. Формула 1 2019 года. В игре, посвященной быстрой езде на спортивных суперкарах, i9-10900K собирает свое, вырываясь с производительности на разрешении Full HD до 18% со средним FPS в 178, хотя по минимальному FPS выигрывает 10900X, но только на 1%. В разрешении 2К разница находится близко к уровню погрешности и составляет 2%. Результаты неоднозначные и местами серьезно выбиваются из ожиданий. Но я старался максимально полно протестировать процессоры всеми возможными особенностями игр. И у меня, похоже, это неплохо получилось. Можете быть уверены, что соблюдались все стандарты проведения таких тестов. Использовались одинаковые настройки, одинаковые тестовые стенды и одинаковые локации в играх. В целом, можно сказать, что Intel Core i9-10900K больше подходит для игр, он действительно в среднем по всем рассмотренным играм показывает лучшие показатели. И к тому же подходит для разгона. Но не стоит забывать, что оба процессора с хорошим запасом превосходят ту частоту кадров, которая заметна глазу человека, даже по минимальному фреймрейту. Не говоря уже о среднем FPS, который зачастую находится или на уровне, или близко к максимальной герцовке топовых мониторов. Друзья, я рассмотрел два несколько специфичных, предназначенных не совсем для игр процессора, и постарался безжалостно их протестировать. Надеюсь, вам понравилось это сравнение. Вы поставите свою оценку к видео и напишите свое мнение в комментарии. А также подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok